Заместитель губернатора Ненинского округа Наталья Сидорова, курирующая в регионе образования, культуру и спорта, читалась о работе за 2019 год перед депутатами собрания. Мероприятие состоялось в недавно открытом в Нарьинмаре кванториуме. Подробности у Ольги Русул. Скажите мне, пожалуйста, какой из этих двигателей будет работать без воздуха? Который без пробеллера. Который реактивный, да, нажимаем, реактивный, он двигается. Перед отчетом небольшая экскурсия по кванториуму. По данным профильного департамента, с момента открытия кванториума 11 ноября 2020 года его посетило более 500 детей и взрослых. На обучение зачислено 422 ребенка. Место проведения заседания выбрано не случайно. Отчет перед парламентариями держит заместитель губернатора по образованию, культуре и спорту Наталья Сидорова. Основные моменты – реализация национальных проектов и послание президента. Это и бесплатное питание, выплаты за классное руководство и доп. места в школах. В ходе заседания Наталья Сидорова рассказала депутатам о проблемах, с которыми сталкивается ведомство. Например, строительство интерната в поселке Каратайка. Вопрос с финансированием на 2021 год этого социально значимого объекта не решен. О работе, которую ведем на сегодняшний момент по строительству и включению, выделению федеральных денег, где хотелось бы, чтобы помогли и депутатский корпус, безусловно, это Скаши, коррекционная школа. На сегодняшний момент мы понимаем примерную стоимость строительства данного объекта. Но вот как только получим положительное заключение экспертизы, то, соответственно, будем уже отрабатывать в федерации по выделению федерального финансирования. Перед отчетом депутаты подготовили 25 вопросов заместителю губернатора. Они были направлены заранее. На каждый из них получен письменный ответ. Департамент образования беспокоит финансирование в первую очередь. Потому что планов как и у них, так и у депутатов по результатам обращения граждан громадью. И всех одномоментно реализовывать не получается. Поэтому приходится находить баланс, организовывать какие-то, даже не графики, а структурировать эти вопросы, эти проблемы и находить самые насущные, чтобы в первую очередь отрабатывать их. В числе обсуждаемых вопросов, как строительство новых объектов, организация досуга школьников на селе, так и детская безопасность. Организация питания. Ну, этот вопрос, слава богу, в этом году решился. Получили федеральное финансирование, и с первого по четвертого класса питание будет организовано. Поиск специалистов, мотивация специалистов, чтобы они дополнительное обучение проходили, чтобы они проезжали из других регионов. Эти все вопросы всем известны. То есть они редко меняются из года в год, но они могут менять свое положение в приоритетах. Кроме того, рассматривались вопросы строительства на селе учреждения культуры. То, что касается моего участка западного, то меня интересует, прежде всего, это, конечно же, Пеша. Это дом культуры, который снесли, конечно, в этом году старый, потому что он нес опасность. То есть он находится в центре села, ему просто сгореть, и не дай бог это бы случилось. Но на сегодняшний день там дома культуры вообще нет. Он должен быть. Это и ремонт дома культуры в селе Несь, это, конечно же, ремонт дома культуры в Пеше. Это школа на Колгуеве, это ремонт школы в Неси, также в Шойне. То есть проблем очень много. Но я думаю, что совместно с органами госвласти, с администрацией округа мы эти вопросы будем решать. Также на встрече говорили о проблеме с педагогическими кадрами и неравномерности заработной платы. Парламентарии предложили вернуться к вопросу формирования кадрового резерва и выравниванию зарплат специалистов различных образовательных учреждений после подробного анализа проблемы. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.